Путин знает, что мир не признавал присоединения к России и Балтийских государств, к СССР. И так никогда и не признал Балтийские государства частью СССР. Тем не менее, Балтийские республики были частью СССР, отношение СССР с мировым сообществом было прочным, СССР входил во все договора и так далее, и так далее. И мир, хотя формально не признавал присоединение этих республик к СССР, тем не менее, не ставил эту проблему и вообще не обсуждал ее. Почему? И как? Потому что Россия была ключевой страной в победе над гитлеровской Германией. И тем самым она снискала абсолютное признание и легитимность. Тему, скажем, Балтийских государств просто задвинули на 120-й план. Путин попытался решать проблему Крыма похожим образом. И из-за этого зашел в Сирию в надежде там решить проблему и заставить все мировое сообщество ему аплодировать, и с ним считаться, и легитимизировать свое поведение в отношении Украины своими достижениями в Сирии. Но это совсем другой вопрос, и ничего там не получается. И не получится. И так этот вопрос не решится. Придется договариваться. Конкретно по этой проблеме. Конкретно по этой проблеме. Потому что переговоры в Ялте, в которых участвовали Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз, это были переговоры, за которыми стояла огромная просьба к СССР продолжать боевые действия, нести колоссальные потери, продолжать освобождать концентрационные лагеря, обеспечивать возможность участия союзников в войне против гитлеровской Германии. Потому что союзники не готовы были нести такого масштаба потери, как нес СССР. Это же историческая правда. Сегодня нету такой ситуации. Сегодня никто ничего особенно не выпрашивает у России по поводу Сирии. Пока что общее настроение в мире крайне критическое по отношению к тому, что делает Россия в Сирии. И вообще в этом смысле это ловушка. Потому что Россия тонет в этом Ближневосточном болоте. Просто тонет. Израиль там защищает свои интересы. Соединенные Штаты ищут свое преломление туда. Турция там защищает свои интересы. А что там делает Россия? Ну что она там делает? Какие у нее интересы? Это надо очень сильно напрягаться, чтобы придумать. Но непосредственных интересов, так сказать, национальных интересов сегодня в Сирии у России просто нету. Поэтому таким образом решать этот вопрос, как Путин его сегодня решает, не получается. Если кто-то думает, что эта проблема рассосется, она не рассосется. Нужна международная конференция, на которой нужно обсудить вопрос. Россия должна сказать, мы готовы к обсуждению этой темы. Весь мир не признает Крым российским. И не признает. Мы готовы искать выход из тупика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова